Всем здравствуйте! Сегодня у нас платье шестиклинка. С таким платьем, с пошивом справится каждый. Сегодня мы рассмотрим, как это все сделать. Как я сказала, что шестиклинка у нас идет средняя деталь по спинке и на полочке, расширенная к низу, боковая часть также расширенная к низу, рельеф расположен, фигурный он у нас идет в линию проймы, и здесь мы сделали плечо, приспущенное легонечко, но тем не менее смотрится очень аккуратно и хорошо. V-образный вырез, достаточно такой, можно сказать, и глубокий, но и не сильно открытый. Вот так вот, что-то среднее. Спинка точно также расширенная от линии талии. И платье получилось расклешенным, красивым, очень легким. Посмотрите, какой у нас замечательный получился силуэт. Это платье сшито у нас из ткани плательной с сатином. Камера не передает полностью красивые вот эти оттенки. Груша, яблоко, здесь принт. И оттенок, вот если мы смотрим с вами на белую ткань, да, основную, она переливается как жемчуг. Вот здесь вот присутствует именно вот такой вот жемчужный отлив. Очень-очень красивая ткань производства Италия. Состав ткани 50% хлопка, 50% льна. Прекрасно подойдет для жаркого лета. Лето продолжается, еще очень жарко. И это платье, вот за счет того, что у нас здесь приспущенная плечевая линия немножечко, то очень удобно будет надевать поверх какую-то кофточку, бомбер, либо сверху можно надеть там и белый свитерочек, да, или зелененький. И будет смотреться замечательно. И главное, что будет удобно и комфортно. Ткань это у нас из интернет-магазина Тори Ткани. Ссылочку вам обязательно оставим в описании на этот магазин. Там большой выбор ткани. Каждый подберет по своему вкусу, по своему желанию. Есть там и плательные ткани, и трикотаж. Поэтому заходите и выбирайте. Те, кто будет делать заказ впервые, для наших зрителей есть скидка по промокоду Ткань Женщина. Поэтому заходите, выбирайте и указывайте скидку. Платье, которое на мне, оно изольна. И когда я говорила о составе этой ткани, то я тоже сказала, что здесь 50% хлопка и 50% вискозы. А платье, которое на мне, оно льняное, с вышивкой. Только вышло у нас на канале. Вот мы только-только сняли про него видео. И сразу на манекен другое платье тоже снимаем. Поэтому ссылочка на платье, которое на мне, также есть в описании. Оно тоже только недавно вышло. Рассмотрите, платье на мне. Видите, оно вот такое получилось. Красивое, расклешенное. Очень хорошо ложится ткань. Она настолько мягкая, настолько приятная. На себе практически не ощущается. Силуэт я платье сделала таким, что по линии груди оно более плотно сидит. А по линии талии вот здесь вот достаточно свободно. И таким образом это платье можно носить вот так, да, и абсолютно не чувствовать его на себе. Либо завязывать поясок, кто как любит. В принципе, посадку можно было сделать и поплотнее. Тем самым подчеркнуть линию талии. То есть это уже каждый сделает по своему желанию. Я вам просто показываю, как оно смотрится при достаточной свободе. Вот так вот я показываю, да, по линии талии. Вот видите, здесь свободы много. Но тем не менее, когда я хожу, когда двигаюсь, эта свобода, она так равномерно распределяется. И действительно не ощущается, что платье на мне есть. Длина мне тоже нравится. То есть вот здесь длина и не сильно оно длинное, и оно не короткое. Я имею ввиду, что вот этот клеш, который мы сделали, он прекрасно подходит. Расход ткани на это платье у меня составил 2,5 метра. Поэтому это обязательно учитывайте. При заказе используйте сразу длину. Сколько вам надо, какая длина. Умножайте на 2 и прибавляйте еще 15-20 сантиметров. Почему мы берем расход именно такой? Потому что здесь есть направление рисунка. Это нужно обязательно учитывать. Потому что разложить как-то что-то там по-другому вверх-вниз не получится ничего поменять. Краим только в одном направлении. Простейший крой сегодня у нас будет. Я имею в виду даже простейшее моделирование. Крой это неправильно сказано. Итак, мы берем с вами спинку. По спинке, середине спинки, может быть шов, может быть сгиб. То есть это как у вас будет получаться при раскрое и как вы хотите. Если вы делаете шов, то просто удлиняется еще больше силуэт. По спиночке. Какие изменения я хочу сделать? Я хочу сделать немножко, во-первых, приспущенный рукавчик. Чуть-чуть совсем. Ну, чтобы он был. И вот у меня есть плечевая линия. Я ее продлеваю сантиметра на 2-3. По спиночке. Ну, давайте я сделаю вот так вот на 3 сантиметра. То есть вот здесь у меня 3 сантиметра. И вот у меня еще есть 2 сантиметра. Ну, здесь у меня 2 и 2. Поэтому я сейчас сделаю. Смотрите, я беру вот так вот измеряю 2 и 2. И теперь ставлю так, чтобы у меня всего... Ну, неважно, я потом промеряю, да? Пускай будут эти 3 сантиметра. Вот у меня удлинилась плечевая линия. На примерке я посмотрю. Если я захочу, я его чуть-чуть приподниму. И теперь линия проймы. Вот таким образом я плечевую линию провожу. Вот так. Как, чтобы она была правильной? Вот здесь у нас должен быть с вами прямой угол. Поэтому немножко, наверное, до 5 мм я увеличу наклон. Вот так, как немножечко опущу. И здесь буду делать прямой угол. Вот так вот. Вот у меня прямой угол. И получается немножко приспущенный рукав. Совсем-совсем чуть-чуть. Далее я к линии проймы буду вести рельеф, который будет проходить у меня через вытачку талиевую. Будет опускаться вниз и выходить в рельеф. Насколько приподнять этот рельеф и где он должен быть? Но все зависит у вас еще от величины вашей выкройки. У кого-то, ну вот условно, да, я делю пополам, допустим. И могу приподняться где-то на сантиметр выше. И вот таким образом к вершине вытачки я прорисовываю рельеф. Вот так вот прочерчиваю. Вытачку плечевую я не делаю. Теперь через вытачку талиевую я опускаю вниз прямую линию. То есть вот я делю пополам. Смотрю сколько у меня здесь получается сантиметров от середины. Вот так вот 12. И здесь откладываю, допустим, 12. И вниз опускаюсь. Вот так. И опускаюсь вниз. Вырезаю. Вместе с вытачкой, да, вот так вот я вытачку вырезаю. И дальше вырезаю рельеф. К линии пройме. К линии низа мы можем сделать платье спрямленным. Оно больше на сарафан похоже. Можем сделать расширение по бокам от линии бедра и сделать его чуть-чуть расширенным. Но настолько, насколько мне позволит ткань. Теперь я хочу немножечко расширить линию горловины. Но не сильно я буду расширять. Давайте я вот так вот сделаю сантиметра на 3 расширяю. И можно даже и углубить, можно не углубить. Но давайте я углублю где-то на сантиметр. Вот так. Вот мы с вами получили плечевую линию, линию проймы. И дальше силуэт платья мы с вами будем менять. Сейчас с горловиной я поработаю. В зависимости от того, как у нас будет выкладываться, насколько я могу расширить. То есть я буду раздвигать. Детали у меня две длины. Получается, есть направление рисунка. Поэтому в зависимости от того, насколько я могу расширить, я при раскрою, буду добавлять либо от линии талии, либо от линии бедра и буду делать расширение. Теперь по линии горловины. Здесь 3 сантиметра у меня же, правильно? Да, 3 сантиметра. Ну вот здесь мне хочется, смотрите, саму линию горловины мы же можем с вами абсолютно-абсолютно сделать расширение. Ну, смотрите, вот я выкладываю так, чтобы у меня был вот здесь прямой угол. А далее, смотрите, я могу ее сделать, ну, вплоть до того, что вот так, да, чтобы она была более вот такая вот, вот такой формы. Ну, сейчас я ее найду, эту форму, такую, как я хочу ее видеть. Вот такую. И вырезаю. Так, все, спинка у нас готова к раскрою. Теперь смотрю на полочку. Ну, мне нужно немножко подклеить бумагу, чтобы с рукавом доработать. Сразу 3 сантиметра отмечаю. Углубляю по желанию. Смотрите, насколько вы хотите углубить. Ну, я хочу, чтобы вырез все-таки был не очень такой, ну, чтобы он был и умеренно открытый, и умеренно закрытый, да. Ну, не совсем, так, не совсем, чтобы уж было мало. 17 сантиметров, вот здесь вот я беру, и дальше можно с помощью лекала, сейчас достаю лекала, сделать вырез. Абсолютно разной формы он может быть. Я смотрю, как мне лучше. Ну, наверное, вот так. Так, сейчас я провожу. А далее, смотрите, вот у меня будет вот такой вырез небольшой, я имею в виду не широкий. Но при желании, но при желании мы его можем, допустим, ну, сделать вот так более расширенный, да, то есть придать ему какую-то форму. Я хочу, чтобы он был такой узенький. Пока хочу узенький. А потом я могу подойти к зеркалу, к зеркалу посмотреть, что мне здесь понравится, и точно так же сделать. Теперь поработаем с вами с плечевой линией, выточкой на грудной. Смотрите, у нас с вами 2 сантиметра и 2 миллиметра было. Ну, вот сейчас я возьму, размоделирую где-то сантиметра на полтора, выточку на грудную оставлю в плечевой линии. Вот так, смотрите, я теперь беру и провожу вот эту вот линию вот так. Вот я ее соединила, да. Здесь у меня уже полтора сантиметра. Дальше выточка на грудную, она у меня может абсолютно быть, ну, по-разному уходить. Тоже мы ее можем с вами сделать и в плечевую линию, я буду делать ее тоже в линию проймы. Но сейчас временно для удобства, да, чтобы у нас пройма была такая цельная. И я пока делаю вот так. Вырезаю выточку. То есть сейчас мы ее временно перенесем в линию середины переда. Вот так. И здесь пока разрезаю. Выточку закрываю. Что у нас с вами здесь сейчас получилось? У нас получилось, что мы с вами размоделировали частично выточку в линию плечевую. И здесь мы добавили полтора сантиметра. А нам надо, чтобы плечевая линия, я выточку сейчас подклеиваю полностью. Потому что мы с вами будем прорисовывать сейчас свою линию. Мы можем с вами поступить тут, ну, несколько вариантов. Можно взять, оставить вот как есть. У кого маленький размер, там, допустим, по 50-52, вы можете вот эту вот боковую линию такую оставить. У кого больше, мы можем чуть-чуть перенести ее ближе к боковому срезу и сделать вот здесь вот маленькую выточку. То есть можно сделать так, можно и оставить так, как есть. Теперь дальше смотрите. Вот у меня плечевая линия. Мне нужно ее продлить. Я прикладываю бумагу и фиксирую. И сейчас возьму середину спинки, а там у меня полностью плечевая линия есть. Вот так вот я зафиксирую, чтобы мне удлинить. Да, то есть сам краешек. До самого края линии мы можем не идти, ну, то есть я имею в виду до низа проймы. А теперь я беру и прикладываю. И смотрите, вот я прикладываю плечевую линию и смотрю, а где же она у меня получается. Вот. И вот такую дугу рисую. Просто нарисовала дугу. Теперь продолжаю плечевую линию с тем же наклоном, как и есть. Вот так. То есть продолжаю. И могу тоже чуть-чуть, миллиметров на 5, ее опустить. Прикладываю теперь, сравниваю, проверяю, что у меня все хорошо, все замечательно. Теперь прикладываю, смотрю, как у меня будет смотреться, вот когда я стачиваю плечевую линию, да, как у меня будет вот этот вот переход. Вот так вот, да, вот у меня красиво получается, чтобы у нас не было никакой неправильной формы, я имею в виду, чтобы уголочка не было, чтобы не было, ну, угол может идти как в эту сторону, так и в другую, да, поэтому должен быть плавный переход. Вот я его нарисовала, вот эта линия. И теперь линию проймы я дальше вот таким образом оформляю. То есть, чуть-чуть, немножечко, немножечко плечевая линия опускается. Вырезаю. Вот теперь у нас с вами линия проймы уже есть, и мы можем сюда с вами ввести рельеф. Боковая линия остается неизменным. Я ее вырезаю, как она есть. По сути, я здесь доклеила совсем-совсем чуть-чуть, мне не хватало, да, там каких-то, я не знаю сколько, сантиметра полтора не хватило, чтобы красиво нарисовать плечевую линию. И теперь мы с вами разворачиваем и смотрим, где у нас, ну, как мы будем делать рельеф. Еще раз повторюсь, что рельеф может быть абсолютно разный. Значит, я его, ну, вот если сделать вот сюда, он будет очень такой уж длинный, большой. У меня и вытачка большая, все, поэтому я сейчас переношу его от середины переда. Можно взять и разделить, ну, при желании, пополам, например, да, вот здесь. Можно разделить, ну, насколько я смещусь, наверное, сейчас сантиметра на три. Давайте так, вот на три сантиметра от середины переда я смещаюсь. Вот у меня вытачка, я сместилась, да, от серединки. Вот, то есть центр вытачки на три сантиметра. Измеряю эту величину и эту величину откладываю. У меня получилось 15 сантиметров. И теперь я провожу линию. Там, где у меня вытачка начинается, вот, смотрите. И я до этой именно высоты вот так вот провела прямую линию. Теперь раствор вытачки я здесь же повторяю. И величина вытачки у меня такая же. Вот так вот у меня изменился бачок. Теперь я дальше рисую линию рельефа. Вот так вот получилось. Мне нравится, все хорошо. И теперь остаток вытачки я вот так вот сюда вывожу. К вершинке, да. Вот, смотрите, наклон может быть разный. Рельеф. Смотрим, чтобы он тоже был правильной формы. Вот я сейчас чуть-чуть его больше навожу. Чтобы он был красивый. И теперь вырезаю. Еще раз повторюсь, что к линии низа я буду расширять. И, естественно, удлинять. Насколько, насколько это получится у меня. Насколько будет возможно. Боковую. Бачок я вырезаю, да, по вот этой линии. Боковую деталь могу откладывать в сторону. И теперь мне нужно доработать с выточкой нагрудной. То есть, опять-таки, я разрезаю до вершинки. Все до вершинки. И закрываю. И у меня здесь получилась маленькая, аккуратненькая нагрудная выточка. Но ее нужно сделать. Ее нужно сделать для того, чтобы мы получили правильную посадку. Бачок можно было сделать еще меньше. Да, и тогда у нас длина выточки была бы больше. А здесь она у меня будет, ну, буквально таких пару сантиметров. Но при этом... А вот здесь, да, даже меньше. Ну, чуть-чуть, ну, наверное, полтора сантиметра остается. Поэтому вот все у меня есть. Сейчас я единственное... Прямо вот так вот сразу подхожу к зеркалу, прикладываю и смотрю. Ну, немножко-немножко. Я все-таки придам вот здесь вот такую форму. Потому что хочется чуть-чуть, чтобы было более красиво, изящно смотрелось. Не топорно. Все. И теперь берем ткань. Ткань я уже продекотировала. И начинаем сразу раскрой. Так, вот у меня сгиб ткани. И здесь середина спинки. Выкладываю. Сразу же мы должны с вами ориентироваться и разделить ткань условно на две части. Потому что у меня два с половиной метра. Но полочка у меня больше. Поэтому вы, когда будете делить, то делите пополам и отминусуйте. Ну, чтобы сантиметров 10 у вас было запаса. Я имею в виду, вот у вас, допустим, два с половиной метра. Да? Отнимите 10 сантиметров. 15. И потом только делите пополам. И это будет та длина, которую вы можете использовать на спинку. Потому что баланс у каждого разный. У нас баланс у кого-то там доходит, я не знаю, 12-15 сантиметров. Поэтому, чтобы у вас не было так, что спинка будет короче, длиннее вернее. А полочка потом не хватит длины. Поэтому я прикладываю сейчас. И сразу же смотрю, что я могу сделать. Вот сюда у меня нужно добавить 45 сантиметров. Вот так вот я прикладываю. И сразу отмечаю 45 сантиметров. Это у меня спинка. А вот у меня бачок. Бачок я могу положить и выше. Да? То есть вот и сюда добавлять уже эти 40 сантиметров. Но если вы будете со сгибом делать и полочку, и спиночку, то все равно эту длину нам нужно делить. Либо делать спинку потом с швом. И естественно тогда немножко можно регулировать. Теперь я выкладываю сюда бачок и тоже к нему буду прибавлять 45 сантиметров. Выкладываем, используя направление долевой нити. И смотрю, насколько я могу расширить. Условно, смотрите, вот здесь мне нужно расширить и к бачку, и к середине спинки. А здесь тоже мне нужна, вот боковая линия, тоже нужно расширить. Поэтому я смотрю, сколько у меня здесь сантиметров. Здесь у меня получается 30, а здесь получается 15. Вот смотрите, как будто я так разложила просто классно. Так получилось визуально, но все получилось четко и хорошо. Далее, смотрите, 45 сантиметров вот здесь вот я провела. И провожу линию прямую. Измеряю, насколько я могу расширить по линии низа. Смотрите, вот здесь я измеряю, допустим, 12 сантиметров у меня. Вот я измеряю 12. Вам виден край, где я меряю внизу? А ну-ка, сейчас я посмотрю. Да, вот смотрите, вот у меня 12 сантиметров. И я еще прибавляю 15 сантиметров. То есть это то, что я могу использовать. Потому что здесь у меня пойдет расширение уже боковой линии. Ну, за счет того, что мы вот так вот с вами уходим на уменьшение, то тут чуть-чуть потом можно будет сдвинуть. И здесь можно сантиметр какой-то добавить. Поэтому я еще сразу делаю припуск вот так вот в районе одного сантиметра. И далее обвожу по горловине без припуска. Обвожу. Дальше плечевая линия, это у меня идет 1 сантиметр. В районе сантиметра делаю припуск. Ну, в зависимости от того, как мы будем с вами обрабатывать, в районе сантиметра делаю припуск. И вот здесь вот тоже у нас делаю в районе одного сантиметра. Ну, сантиметр, да, пускай будет сантиметр. Вот у меня линия талии. Полочку делаю точно так же. Все один к одному. Линию талии обозначила. И теперь от линии талии у меня уже идет прямая линия. То есть я беру длинную линейку, измеряю величину от линии талии до обозначенного линии низа. Вот у меня здесь. По прямой. Прикладываю туда край линейки. И здесь у меня получается 80 сантиметров. Давайте я возьму, тут чуть-чуть удлиняю на 5 миллиметров. И здесь тоже вот у меня линия талии. Прикладываю сюда 80 сантиметров. Смотрю, где у меня идет линия расширения. Да, вот она. И теперь от линии талии вот так вот я расширяю. И эти 80 сантиметров обозначаю. Здесь у меня немножко идет миллиметров 5 я убираю. Ну, даже не 5, а сантиметр. Потому что я опустилась на 5 миллиметров. Сразу же могу брать и вырезать. Могу дальше разметить боковую линию. Боковушку нашу. Чуть-чуть я ее сдвигаю сюда ближе. Вот так вот на пару сантиметров. На пару сантиметров, потому что я могу это сделать. И дальше делаю точно так же. Смотрите, я добавляю 45 сантиметров. А потом я буду брать от линии талии 80. Вот. Ну, это я делаю для того, чтобы у меня было понимание, насколько я могу расширить. Ну, смотрите, вот у меня, да? Вот так вот, когда я беру, и вот у меня получилась вот такая вот прямая линия. Тут сейчас выравниваю. Обозначаю. И смотрю, сколько я здесь могу расширить. 17. Значит, 17. Здесь у меня сколько? 19. Значит, я откладываю 19. Вот эта точка. И дальше смотрю, чтобы у меня было 17. Если не получается, вот здесь вот, значит, я так сдвигаюсь, да? Чтобы у нас с вами было одинаковое расширение. Ну, у меня вот здесь вот 17 не получается, поэтому мне нужно будет сейчас чуть-чуть сдвинуть. Вот так на сантиметр сдвигаю, потому что у меня там немножко-немножко не хватает. В обратную сторону, у кого ткань, нет направления рисунка, мы можем положить в обратную сторону, и вот сюда у нас расширение получается больше. Но у меня такой возможности нет. Поэтому я вот так вот разложила, и теперь просто максимально, да, к одному и ко второму углу буду придавать расширение. Припуски по одному сантиметру также делаю по всем срезам. От линии талии, вот смотрите, вот у меня линия талии, да? Я здесь делаю припуск, сантиметр, сантиметр. И теперь иду и смотрю вот так вот 80 сантиметров. Вот это у меня 80 сантиметров. Я обозначила прям до кромки. И провожу прямую линию. Вот 80 сантиметров. Опять-таки приставляю сюда линеечку. Смотрю, чтобы у меня было 80 сантиметров до края юбки. Вот они у меня 80 сантиметров. И здесь тоже откладываю, чтобы у меня было 80 сантиметров, да? Ну, это чтобы я правильно провела линию. Здесь я веду прямую линию. И вот таким образом, дугообразно спускаюсь. Потому что боковая линия, вот здесь, вот она чуть-чуть приподнята, да? Вот там, где у нас идет одна и вторая сторона. Все, теперь дальше все обвожу. И вырезаю. Ну, я думаю, что все понятно. И вы делаете то же самое с полочкой. Все то же самое. Пошли в абсолютно несложный. Я думаю, что каждый справится. Так, вот мои ножнички. И сейчас я вырезаю и дальше занимаюсь уже полочкой. Еще раз возьмите все, промерьте. Если вы вдруг в чем-то сомневаетесь, а потом уже вырезайте. Вот здесь я обозначала линию талии. Последнее, что я вам хочу сказать. Вот здесь вот рассекайте для того, чтобы мы потом ее совместили. Так будет проще нам стачивать.